Обстановка на линии соприкосновения за прошедшие сутки не изменилась. Украинские силовики 11 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелом подверглись район населенных пунктов Лозовое, Жабуньки, Широкая Балка, район Трудовской, город Донецк и аэропорт. Всего по территории республики было выпущено более 130 мин калибром 120 и 82 мм. Произведено 2 выстрела из танка и более 20 выстрелов из БМП. Противник продолжает перед носом представителей УБСЕ обстрелить территорию населенного пункта Коминтерного и захвачено буферной зоной населенного пункта Водяное. Украинские каратели выпустили 60 мин калибром 120 мм и 47 мин калибром 82 мм. При этом представители международной миссии делают вид, что не замечают провокационных действий украинских силовиков. Обращаю внимание, что украинская сторона с целью накала обстановки медиапространств и выклянчивания бонусов в ходе минских встреч преподносит за сутки не число нарушений режима тишины, а количество выпущенных снарядов и стрелковых других видов оружия. Это позволяет карателям с помощью СМИ сложить впечатление, что якобы по позициям ВСУ выпускается больше снарядов, тогда как по факту эта цифра в несколько раз меньше, чем количество обстрелов в территории ДНР. Цифры можете сравнить самостоятельно, исходя из того, что ВСУ за прошедшие сутки обстреляли территорию ДНР более 150 раз. Более того, необходимо отметить, что Украина значительно завышает количество обстрелов в своей территории, при том, что оказывается подтверждательным уровнем работы украинских представителей СКК за фиксированные факты обстрелов в территории ДНР. Разведка ДНР продолжает фиксировать перемещение военной техники лично-состава вооруженных сил Украины к линии соприкосновения. Так, на Донецком направлении выявлено местонахождение 6 САУ в районе населенного пункта Красногоровка, 3 км от линии соприкосновения. На Мариупольском направлении выявлена одна САУ НОНА-С, 7 автомобилей с личным составом и боеприпасами, 1 120-мм миномет в районе населенного пункта Белокаменка, 1 км от линии соприкосновения. По нашим данным, населенного пункта Новолуганская производится аресты местных жителей, причастных к проведению референдума 11 мая 2014 года и организации блокпостов на территории ДНР. Аресты производятся по ранее составленным спискам СБУ. Далее арестованным вменяется несуществующее обвинение с тем, чтобы поставить перед выбором понести незаслуженное наказание в исправительных учреждениях или попасть под программу амнистии от службы безопасности «Вернись домой». При этом снятие с человека фальшивых обвинений предполагает его вербовку спецслужбами Украины для последующих доносов информации о своих земляках или введения разведной деятельности на территории ДНР. Кроме того, украинские военнослужащие устроили цирк на блокпосту в районе населенного пункта Березовое. Для этого они переоделись в военную форму с опознавательными знаками ДНР и РФ и размахивали флагом республики, после чего домогались к проезжающим гражданам. Данная примитивная акция имела цель дискретировать армию ДНР через распространение постановочных сюжетов ложными украинскими СМИ, а также выявлять сострадающих граждан Украины молодым республикам, чтобы затем иметь повод для их задержания. В завершении хотел бы обратить внимание на один факт. Вчера в своем заявлении начальник генерального штаба Муженко сообщил о начале взымания с украинских военнослужащих штрафов на сумму более чем 50% от денежного довольствия за факты употребления спиртных напитков. Данное решение имеет цель значительно сэкономить денежные средства на военнослужащих вооруженных сил Украины в связи с тотальным пьянством в армии. Идея хорошая, решение похвальное. Теперь военнослужащие силы Украины станут совсем нищими или, возможно, чуточку трезвыми. Субтитры создавал DimaTorzok